Я знаю только одного Карамышева, и он вроде не такой большой еще, чтобы быть селом. Или я чего-то не знаю уже. А-а-а, все, понял. Я видел этого челика. Теперь я понял, мы как-то смотрели немножко обзор на машину из анимешки про гонщиков. Если мы с вами еще вчера мечтали о том, что будем ездить на новых Мерседесах, то сегодня мы уже выбираем лучшую комплектацию у Лады Весты. Но что делать тем людям, которые мечтают о Ладе Весте, но возможности позволяют ездить только на классике? Разумеется, выкручиваться. И сегодня я вам покажу такую машину, владелец которой выбрал просто быть счастливым и не идти в ногу со временем. Короче говоря, встречайте, машина, у владельца которой есть скидочная карта на любую палатку в Южный Порт. ВАЗ-2106. КАПЕЦ. Колхоз тюнинг, блин. ЁПЕРНЫЙ КОКОС. ЕБАТЬ. ХУЯ СТРУЯ. Интересно, эти диски могут колбасу нарезать? Или овощи? Я могу просто возле нее стоять 20 минут, вы у нее просто будете смотреть и любоваться, реально. Накое надо? ШЕСТЕРКА. ШАХА. СУПЕРЛЮКС. Как только они называли мою бывшую после первого свидания. Но... Все эти замечательные слова мало подходят для нашей сегодняшней машины, потому что эта машина по-настоящему влияется чем? Вот вы у нее посмотрите, это же икона стиля, икона тюнинга. Да это пиздец, просто дебил. Это как вы могли догадаться ВАЗ-2106. Но сейчас она мало похожа на себя, потому что владелец что делал? Любил колхоз, блять. Тюнинг. На чем едем? А-а-а. ЙБАТЬ. Нормальные люди. Золотая еще не так плохо выглядит. Это не делаю. Вершина советской инженерии. Икона советского автомобиля строения. И вы можете сразу представить, какое там было автомобиль строения, если вот это вот является иконой. Благодаря... Блять, я смотрю на его прикид. в этом цилиндре она вроде не должно сочетаться но смотрится забавно для многих нашей стране эта машина стала первой а благодаря тому что ее кузов сделан целиком и полностью из консервных банок еще и последний смешно и грустно да давайте же мы с вами разберемся к чему здесь на заре 90-х нашу страну хрунуло огромное количество иномары которые были гораздо технологичнее чем весь советский автопром вместе взятый но что же было делать людям у которых не было денег на нормальные иномарки они хотели выделяться в потоки ездит тоже более-менее с комфорт разумеет снимаете он еще и так сует походу на этой тачке и приходить зарабатывать самостоятельно свои автомобили 1 отправить ю議ан это очень опасное дело потому что точно так же как серия видосов охоту на давидочек главное во время остановиться поiser не дело потому что точно тоже как серия видосов охота на давидочек главное вовремя остановиться спасите мы прям давайте мы сами читерки разберемся ковон вы нахуй себя строите, блядь. Какие доработки и особенно хочется понять, для чего были проведены в этой машине? Морда этой машины мне напоминает индийский грузовик. Я уверен, что если эту машину сейчас отправить на Кубу, она просто произведет фурор и задаст ветку тюнинга на ближайшие годы вперед. Ну, посмотрите. Я говорил, что это Лада, но тут непонятно, потому что тут имеется и шильды Лады, и шильды Уазика. Повырак, полухуй. Мне... Если честно, нравится вот это вот решение. Нахер оно сделано непонятно, видимо, для того, чтобы не разбивались фары. И, скорее всего, эта штука была первой в этой машине из тюнинга. А дальше, как говорится, понеслось. Этой машине нет квадратного сантиметра чистоты. У нее везде есть какой-то тюнинг. Здесь туманки, внизу туманки, какие-то лампы, хуямпы, куча всего. И вот куда ты дотронешься, все отваливается. Хром. Как она ездит? Ну, в плане того, как она ездит, и у нее ничего не отваливается. Обилие хрома. Вот чем вообще была интересна шахать? Тем, что в первых версиях было очень много хрома. Видимо, бывший владелец всегда мечтал себе взять тройку. Но, видимо, позволяли бюджеты, да? И поэтому он... Она же довольно дешево стоит. А? 30 рублей или сколько тройка стоит? 70 тысяч она стоит. Кто, тройка? Тройка. Тройка была раньше элитнее, понимаешь? Нет. Вы просто своры недоумков. Тройка на метро. Ребята. Значит, я тупой отец. У нас машина в цвете... Хуй знает, что это за цвет. Ну, ладно. Здесь у нас на капоте имеется так называемая мухобойка. Ображай. Вот это место, оно не такое тюнингованное, как оно может быть. Потому что вот уставка вот этих вот хуйнь, это довольно-таки распространенная практика для Жигулей. И как бы это такой воздухозаборник, чтобы мотор, слово больше воздуха, и он остужался. А вот это для чего воздухозаборник? Там же нет тут дырки в капоте, да? Мне очень нравится вот эта штука. Я такой мечтал на любую свою машину поставить. Это так называемый козырек. Бля, ты посмотри, какой обвес. Это губа на губе. Ты посмотри сюда. Она буквально из монтажной пены. Видишь? Да. Просто жесть. Сбоку эта машина просто шикарна. Она еще шикарнее даже, чем спереди. Потому что такого обвеса я никогда в жизни не видел. Я уверен, что когда на заводе вас увидели вот эту тачку, они поняли. И так сойдет. Пора выпускать спортивную линейку. Посмотрите, какие юбки, блядь. Посмотрите, какие воздухозаборники абсолютно забитые. Ровно так же, как и на ладе Вести Спорт. Просто чудо. Лада, спорт, лада, ЛС, лада, лада, лада. Вот это настоящий фанат марки, понимаете? Зеркало. Как вы можете догадаться, оно не родное. Потому что на ладе еще не додумались ставить в зеркала повторители поворотов. Это уже конкретный и очень наглый пиздеж. И более того, даже здесь имеется еще маленькое зеркало. Зеркало в зеркаль и вот эти вот хуйни. Зачем? Зеркало в зеркаль и вот эти вот хуйни. Зачем? Я извиняюсь. О, посмотри сюда. На ладе Вести бензобак никак не запирался. Бензин можно было слить очень легко. Здесь же владелец пресек эту ситуацию и врезал прямо сюда замок. И что, ты можешь его открыть только при помощи отвертки либо же с ключа, чтобы никто у тебя, если что, не слил бензин. Креативный сосед, таких сейчас мало. Колеса это просто песня. Вы просто посмотрите на вот это вот. Спиннеры. Машина настолько спор, что она едет даже тогда, когда она стоит. Причем едет назад. Гранично. Я думал, что я самый большой патриот своей страны, но тут есть люди и поярче, чем я. Вы посмотрите. Думал, что я самый большой патриот своей страны, но тут есть люди и поярче, чем я. Вы посмотрите, насколько машина патриотична. Герб России. Россия. 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 Ну где такое еще может быть? В сердце. Ну посмотрим сюда. Здесь у нас имеется то, без чего ни одна нормальная спортивная машина не способна к существованию а именно спойлер какая от раша тюнинг gti гли лада поляр вообще задача чтобы зад машины максимально на скорости прижимался вниз но тут нас спойлер прижимает машину даже в стоячем состоянии эти штуки уже то что она была очень низкая уже даже погнулись кстати да здесь точно поработали немецкие инженеры с этой машины вас не больше немецкого чем в этом из 1 и 5 1 и 6 1 и 6 с 1 2 3 5 давайте по класс просто блин налеплено всего аляпис то что пипец посмотрим что этой машины все-таки в багажнике и этот уже вижу куда неуважение ладе вести потому что на ладе вести первого поколения точно такое же открытие багажник открываем а у система система все идеально охренеть окажется вижу кто-то ее владелец а именно юрец викторович ну изнутри он вообще разошелся на полную просто все что было дома всякие эмблемки всякое 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 взял и понаклеил мне нравится что люди оставляют свои автограф наши ты как микеланджело нарисовал джаконду а вот этот человек нарисовал эту честную машину и сделаю я оставил свой автограф юрец викторович сердце навсегда он уже умер кстати да имеется обилие всяких непонятных лампочек это грустненько я думал это какого-то молодого пацана максимум мужика машина вот это вот лампочка вот та лампочка выключатель комнатный зачем неизвестно так с лампочка включается и выключается багажнике как в любых жигулях у нас имеется какой-то мусор я не буду его доставать потому что все знаете ходит обезьянья оспа началась именно из этой машины ну кто же нам лучше про эту машину расскажет чем юрец викторович но к сожалению умер поэтому нам расскажет ее нынешний владелец прошу вас клим сазонов здрасте клинсон и добрый день раз как ваши дела вообще с такой машины не очень вижу ну давай рассказ где ты и откопал меня есть оператор матвей который кстати с нами находится я его знаю например как евгений дмитриевич метела салон любит мониторить всякие интересные машинки в интернете случайным образом он встретил это объявление и мы просто поехали посмотреть ее после чего влюбились если вы дорогие друзья вдруг хотите стать обладателем такого же чудесного пепелаца то дром вам дает такую возможность и пока еще не все продавцы успели поднять цены я вам рекомендую идти на дром и выбирать себе машину мечты еще по старым ценам ссылочка будет закрепи а где вы вообще откуда откуда вы такое счастье привезли то позвонил нам один азербайджанец из королева вообще это была какая-то легенда королева я так понимаю у тебя на канале вышла серия уже да про тачку про то как мы ее покупали и про то что мы с ней собираемся это удивительно это удивительно наш видос выйдет немножко попозже а если вы хотите посмотреть как они ее все-таки откопали вместе с юрцом викторовичем то можете у клима на канале посмотреть ссылочка будет разумеется в описании и сразу понял вот тут на ней ездишь да сейчас вообще сумасходишь азвглядов людей будет разумеется в описании но ты вот на ней ездишь да сейчас вообще сумасходишь азвглядов людей которые на тебя смотрят ну слушай неплохо может послушаем под капотом спасибо климс старались надо смотрим вопросов больше чем ответов вы посмотрите как и должно быть без этого но я вам так скажу под капотом все нормально двигатель 16 карбюратор сам простой даже кстати все жидкости подобраны по цвету и синие пайпы тиняя омывайка синий антифриз обычно шаховский нихуя тут нету примечательного вы все их знаете и рассказывать вам про них смысла нет никакого правильно закроем капот похоже на последние минуты жизни юрца викторович господи это все очень классно очень здорово но я вам предлагаю посмотреть святая святых на место где юрец викторович больше всего проводил свое время я открываю я открываю минус окошко я так понимаю зеркало боковое до стопа она была его по ходу и не было до класс я говорю не про кладбище а просол на ту честную машину поэтому давайте мы туда заглянем я открываю я открываю честную дверь и попадая по-настоящему в мир роскоши и комфорта и сегодня не просто слова залетай не от меня и ти же пассатижи хрена себе охудеть не встать все rgb шина и налеплено ю зато человек не стеснялся делать так как ему нравится вот это дверная стоп сюда куда не глянь еще больше поражаешь столько всего удивить дань уважения к фильму 3x а только всего удивительного дань уважения к фильму 3 вижу в личном обществе мужчина же снимать цилиндр теперь воздухом грудь ебать куда не глянь я охуел блять смотрите куда хотите глаза реально разбегаются или пытаются убежать чтобы это не видеть нет слов я даже не знаю с чего начать я даже не знаю с чего начать тут есть абсолютно все насчет потолка сеточки чтобы затемнеть стекла чтобы очень печет сюда видим а как они там держатся по потолок был это объясняет абсолютно все есть ты посмотришь здесь тумблеров блять ты бы на это посмотри сколько прикуривателей блин как она еще не сгорела что это какие-то кнопки знаешь как вот для детей продаются такие да называется busyboard где ты все чтобы ребенок все тыкал тыкал и поздравил мир музыка какая музыкальная подготовка хорошо что такое опс сорян посмотри на эти седухи пиздец леопард тони монтана бы с ума сошел от таких седух чуть за хуйня чё это как обычно у нас педальный узел смещен вправо пцена эти педали руль кстати очень спортивный самое спортивное в нем этот цвет потому что во первых он перешит и он такой огромный он вообще не от этой машины почему он такой здоровый вот настоящий чтобы включить то что ты хочешь это должен сам владелец включать потому что иначе тут никак не разберешься без 100 грамм мне нравится это вот как ручка передач дань уважения 90 такая здоровая такая удобная на самом деле я не хватит чтобы обойти весь этот музей может быть назад сядем включаем приборку да подаем сжигание шестерочка в литве давайте посмотрим что у него в бардачке ёп твою медь там же написано амбрала корпорейшн не открывай зэт вирус выпустишь и пиао у меня еще тумблер нашел да и пать его в рот мне нравится вот эта взлетная полоса вот здесь это просто какой-то шик ты посмотри вов сколько тут тумблеров на любой вкус на любом ткнул пальцем и ну отваливается блять мой цвет иди тыка я бы так мог сидеть просто целый день интересно шоу гаишники скажут когда увидят эту замечательную машину последний путь посмеялись вот так вот смотри что здесь красный синий видимо владелец бывший сотрудник спецслужб ну чё может я сяду все-таки назад пойдемте я сяду назад потому что мне спереди точно хватило похуй почувствую себя дальнобойщиком или юрцом викторовича это просто пиздец я нахуя это дерьмо там это сидеть мешает хочу сказать всем американцам вот что пацаны запомните навсегда раша форево россию супа блять сзади реально уютно потому что ты вот знаешь такой садишься и такая комнатушка получается великолепно придумали душевые прищепки вот это что такое блять оно не работает аптечка такая посмотрите в аптечке галопереда понятно поражайте вести наблюдение гарри поттер и тайдек комнатушка слушайте я думаю что я что останусь жить меня отсюда вынесут только вперед ногами уже поэтому я вам предлагаю как юрца викторовича что ли много на этой машине прокатиться как вам идея по моему хуёвая идея ну ладно что делать поехали на этой машине немножко прокатим ну чё поехали кайфанем блять смотри нажимает тормоз лампочек сгорается о гибать subaru блять бензином завоняло спорим ты не сможешь тронуться с первого раза спорим смогу на твою жопу спорим чё владимир жопу готовь кушану ей того неплохо я совершенно ничего не вижу в зеркало потому что его первых слева нет вообще а справа я него не вижу нихуя абсолютно как на современных машинах делают такой небольшой дисплеечек вместо зеркала тут вот это хуеведы честно такие что я как будто бы сижу в дачном туалете ну чё-то в этом есть я не понимаю как вот юрец викторович на этой машине ездил потому что вот куда ты не посмотришь реально как в танке я вот в это окошко небольшое вижу хотя бы дорог много все отвлекает я бы на их месте пристегнулся какие вот у вас ощущения на самом деле от этой машины полный так вот здесь очень много тумблеров но они не все работают из-за этого происходит путаница это как будто обманка послета скажу в салоне эта машина точно так же как и снаружи замечательная просто так нравится представляю как мне классно будет ехать плюс 30 аленушка моя ты зайка как тебе эта машина эта машина самый натуральный тихий ужас я не знаю у меня очень смешанное ощущение вроде это смешно вроде это страшно честно может и грустно это печально ты даже не попрощаешься но на сегодня это все дорогие друзья капец жесткая бричка конечно спасибо за просмотр до скорой встречи спасибо за просмотр до скорой встречи и 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